На фото, прототип самого безопасного автомобиля, представленный на всемирной ярмарке 1958 года. Двухсекционный кузов должен был гасить удар при столкновении. Безопасность в автомобиле всегда считалась одним из самых приоритетных направлений. Но иной раз, конструкторы явно перегибали, жертвуя ради нее всеми остальными качествами. Пожалуй, больше всех в этом направлении смог выделиться автомобиль Survival. Изначально сама идея создать автомобиль, где двигатель и основная часть кузова будут разделены, казалось довольно интересной, хоть и вызывала массу сомнений. Мысль эта пришла американскому инженеру Уолтеру Джерому, он же и воплотил ее в реальность в 1958 году. Стоит отметить, что именно то время считается одним из самых элегантных и красивых в истории всего автомобилестроения, и вот такое причудливое транспортное средство вообще всерьез не могло восприниматься. Название сразу ассоциируется со словом Survival, что и не случайно, ведь именно эту цель преследовал конструктор. Шасси автомобиля построено на базе классических Нэш, родом, из 1948 года, и Плимут, из 47-го. Поворотная конструкция была на практике довольно простой. Передняя часть поворачивала за счет шестеренчатой передачи, приводимой от самого руля валом. Но если на ходу это было реально сделать, то стоя на месте, автомобиль повернуть было не каждому под силу. Это существенно осложняло парковку, вплоть до полного отсутствия возможности, в нормальном городском цикле движения. При этом задний привод добавлял трудностей, а как это чудо вело бы себя на заснеженных дорогах, трудно и представить. Но реализовать саму концепцию инженеру действительно удалось, и салон был полностью отделен от двигателя. И это действительно существенно улучшило бы безопасность пассажиров, в случае ДТП, но вот шанс попасть в это самое ДТП возрастал многократно. Салон был рассчитан на троих человек, где водитель располагался спереди, на поднятом сидении, а два пассажира, сзади, где было относительно привычно. По всему низу, автомобиль, был отделан резиновым бампером, а двери открывались не как обычно, а сдвигаясь назад. Естественно, несмотря на все попытки разрекламировать сие чудо, ни один производитель, не был заинтересован в сотрудничестве. Попытки дать будущее этому автомобилю, закончились в 1964 году, когда он был продан частному владельцу из Массачусетса.